Павел Николаевич, президент Центрального комитета КПРФ принял решение передать вакантный мандат депутата Госдумы Павлу Грудинину. Казалось бы, вполне логичное решение, но эта новость вызвала очередной информационный всплеск против Павла Николаевича. Как вы думаете, с чем это связано? Мне это напоминает 90-е годы, причем в худшем варианте. Мне казалось, этой заразой переболела администрация президента. Но в ней есть группа, башня, которая открыла войну против своей страны. Она разрушает политическую систему. Она вообразила, что можно подготовить 100 лидеров, которые решат проблему. Чтобы Россию управлять, надо 100 тысяч хорошо подготовленных людей. Надо, чтобы лестница продвижения шла от жизни, от производства, а не от интернета. Надо все сделать для того, чтобы человек проверен был в деле. Не хотят поддержать и помочь народные предприятия. Не хотят, чтобы опыт уникальный Грудинина, лучший в стране, стал достоянием каждого. Вы подготовили великолепный фильм. Почему его не продемонстрируют на российских телеканалах? В 90-е годы меня вызывали и требовали запретить выдвигать Илюхина. Талантливый юрист. Он тогда объявил судебный иск против Горбачева и Ельцина за предальство страны. Илюхина избрали блестяще. Работал в комитете по безопасности. Показывал пример всем. Запретить выдвигать члена политбюро Машлюкова. Машлюков был украшением Думы. Возволял комитет по экономике. Помог спасти военно-промышленный комплекс. Мы с ним к операции по ТОП-ЛИМ собрали. 650 предприятий. Сегодня ТОП-ЛИМ. И ЯРС защищает стратегические рубежи нашей державы. Запретить выдвигать Лукьянова. Он в Верховном Совете был. Его избрали на родине Смоленщины. И он прекрасно трудился в Думе. Запретить как учебиста Стародубцева. Стародубцева лучший аграрий. Такой же талантливый Грудинин. И так далее. Стародубцев был губернатором два срока в Тульской области. Вот это сегодня зараза перекинулась сюда. Почему не хотят Грудинина? Потому что он показывает пример. Что в нынешних условиях, когда в Ленинском районе 14 предприятий распродали, разворовали, растащили, можно создать уникальные народные коллективные предприятия. И лучшие школы, и сады, и производцы, и зарплата в 90 тысяч. Идите спросите граждан. Они же на руках носят и защищают его. Поэтому я официально в Думе сказал, избирательной комиссии. Все в рамках закона. Грудинин в нашем списке. Грудинин шел на выборы кандидатом президента. Если они унижают Грудинина, значит они унижают и Путина. Потому что тогда они компрометируют выборы Путина. Грудинин второй результат набрал. 9 миллионов официально. На самом деле в два раза больше было. Сурайкина, у которого нет ни партии, ничего. Это компашка оттащила в Ульяновск, избрали зампредом. Это такое позорище. А Грудинину начинают предъявлять претензии. За 20 лет все перекопали, ничего нет. Возятся старыми. Я обращаюсь к московской областной власти. Успокойтесь, обобщайте опыт, поддерживайте, помогайте. Грудинина единогласно избрали члены президента. Единогласно поддержали все организации на местах. Ну а так кого-то, понимаете, найдут, кто будет или судится и так далее. Все это незаконно и ненормально. Павел Николаевич талантливый руководитель. Павел Николаевич выполняет строго программу компартии дейшевого достойной жизни. Павел Николаевич показывает пример и образец работы, но и есть еще и моральные обязательства. Если страна голосовала, если партия поддержала, если патриотические силы сказали «за», никто не имеет права воспрепятаться этому. Но еще раз призываю 23-го на Всероссийской акции заявить свою поддержку и Грудинину, и Бессону, который судят бездарно и цинично, и поддержать всем преследуемым. У нас сейчас немало людей, которых пытаются кутузку посадить только за то, что выступает против этой грязной мусорной реформы. Я и призываю власть проявить волю и характер, потому что призывы президента о сплоченности должны быть услышаны, в том числе и его подопечными. Я недавно подробно обсуждал ситуацию, сложившуюся, и с президентом договорились, что в ближайшее время соберутся руководители, лидеры фракции. Была хорошая практика. Лидеры фракции, руководство, думы, президент обсудить все вопросы, а сейчас немало проблем, которые можно решить только сообща вместе.